Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан Сеть дисконт-магазинов Титан – это огромные ассортименты и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. Титан 45 07 07 Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Сбил 16-летнюю девушку. Один человек получил травмы в ДТП на Октябрьском проспекте. Портфель на скамейке. На Комсомольской площади саперы ОМОНа обезвредили подозрительный предмет. Борьба с нелегалами. Полицейские активисты профсоюза «Таксист» поймали так называемого «бомбилу». Запугивал участников ДТП. Ты сидишь, х**, боттла своя завяжи, ты кого снимаешься? Ты знаешь, хоть нет? Ты знаешь, за меня вообще нет. Пьяный водитель BMW X6 представился очень важной персоной в Кирове. Заискрился. На трассе Киров белая холница. Камера зафиксировала, как у «Газели» на ходу отпало колесо. Один человек получил травмы в ДТП на Октябрьском проспекте. Там водитель «Лады» приора сбил 16-летнюю девушку-пешехода. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил Сергей Пичугин. Поможем вернуть деньги за некачественный товар. Группа компании «Юрпроф» совместно с Кировским региональным экспертно-оценочным центром. Спаска 4А 353081. По данным ГИБДД, авария произошла в 9.20 вечера 9 апреля у дома 139 по Октябрьскому проспекту. Водитель «Лады» приора на перекрестке поворачивал налево, но не пропустил пешехода и сбил его. От удара пострадала 16-летняя девушка. Медики оказали ей помощь. Еще одно ДТП с участием одного автомобиля произошло напротив дома 93 по улице Володарского. 61-летний водитель «Фольксвагена Туарек» также хотел повернуть налево, но не заметил пешехода. После наезда 26-летняя девушка получила травмы. Ее не госпитализировали. В понедельник в час 30 ночи по адресу «Кудшо-4» столкнулись вас с девятой моделью и «Фольксваген Вента». Когда сотрудники ДПС прибыли на место аварии из участников происшествия, был только водитель отечественного авто. Давать объяснение по поводу схемы происшествия мужчина отказался. ДТП оформлять не стали. На улице Проселочной водитель ваза хотел повернуть направо, однако мужчина не занял крайнее положение на дороге и задел иномарку «Пежо». От удара последний автомобиль врезался в бетонную опору уличного освещения. Столб не пострадал, однако на «Пежо» повредилось несколько элементов. На виновника аварии составили протокол. В городе Вятские поляны тоже столкнулись представители отечественного и французского автопромов. Судя по повреждениям, водителю «Лады-14» модели предстоит серьезный ремонт. Помимо инспекторов ДПС на месте происшествия дежурили сотрудники МЧС. Сергей Пичугин, место происшествия. На Комсомольской площади саперы ОМОНа обезвредили подозрительный предмет. ЧП произошло в 23.00, черная сумка лежала на скамейке. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Судя по видео, это был кожаный портфель. Он лежал в парке на скамейке. Несмотря на всю безобидность предмета, саперы Росгвардии полностью его проверили. Последним этапом стало вскрытие портфеля. Как выяснилось, опасности сумка не представляла. Там находились бумаги и ручки. Полицейские активисты профсоюза такси споймали так называемого «бомбилу». Под видом клиентов представители профсоюза заказали такси, когда заказ был выполнен водителем, а клиенты передали деньги, извозчика задержали сотрудники полиции. Промышитель будет привлечен к установленной законной ответственности. То есть административный материал будет составлен и направлен в суд. Для принятия решения о наложении административного взыскания в виде штрафа и конфискации автотранспортного средства. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, потому что машина, которая выходит на дороги улицы нашего города, нелегально, она не проходит ни предрейсовый осмотр технического состояния, ни сам водитель, врач его не осматривает. А эти люди оказывают услуги гражданам нашего города. На улице Ленина, на четвертом этаже многоквартирного жилого дома произошел пожар. По словам автора видео, в квартире никого не было. Для тушения пожарным пришлось использовать автолестницу. В итоге обгорела деревянная рома лоджии и имущество в квартире. Через 10 минут после начала тушения объявилась хозяйка квартиры. В Яцкополянском районе, в городе Сосновка, в пожаре сгорели веранды и гараж. ЧП произошло в 11 утра. Жильцы дома вызвали МЧС и стали тушить огонь самостоятельно. Забрасывали гараж снегом. В итоге, после совместных усилий, жилой дом и часть имущества удалось спасти. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Похож или не он? Все равно ваш пригласил. Убежал с места ДТП. Он потом ушел, начал кому-то звонить. С первого, говорит, не вызывайте, не вызывайте там. Целое расследование пришлось провести сотрудникам ДПС, чтобы найти пьяного водителя BMW X6 на Октябрьском проспекте. Скрытая угроза. На улице Воровского камера запечатлела, как женщина упала в лужу на пешеходном переходе. Всего один рекламный ролик. Оставайтесь с нами. Компания Агат расширяет границы. Выкупим любой автомобиль. Предложим оптимальную стоимость выкупа. Все автомобили проходят тщательную диагностику и предпродажную подготовку. Дадим исчерпывающую информацию по каждому автомобилю, проведем повторный осмотр и в дальнейшем возьмем на обслуживание ваш новый автомобиль с пробегом. Агат Профи. Автомобили с пробегом. Продажа, обмен, комиссия, выкуп автомобилей, в том числе кредитных. Гарантия. Держинского 110. Телефон 208-00. Всего один рекламный ролик. Оставайтесь с нами. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Целое расследование пришлось провести сотрудникам ДПС, чтобы найти пьяного водителя BMW X6 на Октябрьском проспекте. Лихач на этом внедорожнике столкнулся с Тойотой RAV4. Но дожидаться полицейских не стало. Он скрылся с места аварии. Вместо себя мужчина позвал случайного прохожего, у которого были с собой права. Якобы он и ехал за рулем BMW. Впрочем, инспекторы совместно с активистами ночного патруля разыскали беглеца. Подробности инцидента изучил наш корреспондент Сергей Пичугин. По словам водителя Тойоты Михаила, он хотел проехать перекресток. Однако из-за огромной скорости водителя BMW эту машину было трудно заметить. В последний момент заметил, то ли фары не горели, то ли не включены были. Двигался с бешеной скоростью, затормозил, а он не увернулся. Михаил пояснил, что за рулем BMW находился нетрезвый водитель, который очень не хотел встречаться с инспекторами. Подошел к водителю, водитель пьяный, сказал то, что нет, чтобы я никого не вызывал. Я сказал, что вызывать будут, он убежал. Вместо убежавшего водителя на место ДТП прибыли двое молодых людей. По словам одного из них Алексея, он и есть рулевой BMW. Однако так не считал Михаил. Водитель уверял, что ни Алексей, ни его товарищ, который стоял рядом, не управляли машиной. Еще одним очевидцем аварии стала супруга Михаила, Ксения. Девушка подтвердила, Алексей пришел к машине уже после столкновения авто. Водитель же BMW куда-то ушел. По словам очевидцев, в это время он искал любого трезвого человека с правами, который мог бы его спасти от наказания. Он потом ушел, начал кому-то звонить. Сперва говорит, не вызывайте, не вызывайте. Я говорю, Миша, давай сразу же вызывай. Мы позвонили в ГАИ, вызвали ГАИ сразу же. Он потом, машина какая-то белого цвета подъехала. Он сел, убежал. Ксения запомнила приметы истинного водителя BMW. В капюшоне, то есть у нее черная кофта была, значок на кроссовке и спортивные штаны. А цвет? Все черное. Все черное было. А телосложение, рост? Рост, ну... Ну, может, метр шестьдесят пять. Не высокий. Не слишком высокого роста, да. То есть не слишком высокого роста. Такой, не худощавого телосложения. То есть достаточно плотный, да? Плотный, да. Девушка уточнила, прежде чем покинуть место аварии, водитель снял с себя черную куртку. Инспекторы нашли ее на заднем сидении BMW. Внутри находился паспортное имя Дмитрия Караваева. Сотрудники ДПС узнали, что предполагаемый водитель BMW, скорее всего, скрылся недалеко. Если верить водителю Тойоты Дмитрию, Караваев сел на темный паркетник. Эту машину вскоре обнаружили в соседнем дворе активисты ночного патруля. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. ***, рот свой сам закрой, понял? Чирюха, иди сюда. Да вы завтра рот свой закрой, ты меня что-то интерпилой. Запугивал участников ДТП. Ты сидишь, х**, боттла своя завяжи, ты кого снимаешься? Ты знаешь, хоть нет? Ты знаешь, за меня вообще нет? Пьяный водитель BMW X6 представился очень важной персоной в Кирове. Встречные, поперечные. Тогда мы, господа, смотрим, наблюдаем за водителем. К сожалению, ленивый, который, возможно, пьян. На улице Макаренко местные жители наблюдали во дворе мастера парковки. Всего один рекламный ролик. Оставайтесь с нами. Продлите жизнь своему автомобилю с помощью составов Супротек. Десятилетняя практика пользователей. Производственные испытания, научные исследования и доказанная эффективность. Продлите ресурс двигателя в два раза составами Актив и Актив Плюс и оцените результат. Спрашивайте в автомобильных магазинах города или звоните по телефону 745544. А также узнавайте информацию на сайте супротек.ру. Всего один рекламный ролик. Оставайтесь с нами. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя BMW X6. Им оказался дерзкий 29-летний молодой человек. Сначала он устроил скандал с другими участниками аварии, а затем с угрозами обрушился и на журналиста. Задержанный Дмитрий Караваев выразил удивление. Сотрудники ДПС объяснили Караваеву, за что его задержали, а также за что на него надевают наручники. Дмитрий уверял, что за рулем его не было. В то же время он постоянно твердил тот факт, что его машина ехала по главной дороге. Караваев хотел поговорить с инспектором один на один, чтобы якобы решить какой-то вопрос. Далее мужчина произнес монолог, в котором прозвучала цифра 30 тысяч. После этого инспектор прервал общение с Дмитрием и пригласил Ксению. Она должна была опознать водителя BMW. Сообразив, что договориться не получится, Караваев стал буянить. Че ты снимаешь меня, слышишь? Далее Дмитрий заявил, что он очень важная и узнаваемая личность в городе. Слышишь, ку**а, иди нахуй отсюда, черт, ку**а. Да, да. Я тебя нахуй вертел, ку**а. Ты в наручниках, ты, конечно, всех вертел. Тебя, сука, ку**а. Ты сидишь, ку**а, ботала своя завяжи, ты кого снимаешься, ты знаешь, ку**а нет. Ты знаешь, за меня вообще нет. Сотрудники ДПС сначала оформили ДТП, затем составили на Караваево материал за пьяное вождение. Позже выяснилось, что его привлекли к ответственности еще и по статье 20.25. Это уклонение от наказания. Все воскресенье и утро понедельника до суда он вынужден был провести в КАЗе в отделе полиции. Сергей Пичугин, место происшествия. На трассе Киров-Белая холуница камера зафиксировала, как у «Газели» на ходу отпало колесо. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На загородной трассе водитель фургона на скорости потерял колесо. После ЧП ось автомобиля упала на асфальт и заискрилась. Водителю удалось удержать машину на трассе, она не перевернулась. В итоге фургон остановился на обочине. В Кирове на улице Лепси водитель 14-й спровоцировал лобовое столкновение. Судя по видео, шофер на «Ладе» выезжал с улицы Большего и очень внимательно смотрел направо, а ехал налево. На улице Московской бродячий пёс спровоцировал аварию. На съёмке с камер видеонаблюдения видно, что собака перебегала на красный сигнал светофора. Водитель Рено решил пропустить животное, резко затормозил и получил удар в задний бампер. Судя по всему, водитель 14-й такого манёвра не ожидал. В итоге лохматый провокатор убежал с места происшествия, а водители, постояв пять минут, разъехались. На улице Боровского камера запечатлела, как упала молодая пара пешеходов. На повторе видно, молодой человек подскользнулся на ледяной колее и зацепил свою спутницу. Судя по всему, пешеходы отделались синяками. На перекрёстке улиц Воровского и Менделеева упала женщина с ребёнком. Молодая мама подскользнулась на гололёде, получила ушибы, а ребёнок, судя по всему, не пострадал. На этом же перекрёстке, когда гололёд растаял, в лужу провалилась женщина. На съёмке видно, что яма была скрыта под водой. Женщину тут же подхватил прохожий. В итоге переход дороги закончился шоком и синяком на колени. На проспекте строителей жертвой лужи стал школьник. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. После падения ребёнок мог попасть под колёса троллейбуса. Впрочем, водитель вовремя заметил падение и притормозил. На улице Макаренко местные жители наблюдали во дворе мастера парковки. Нива-Шевроле встала поперёк дороги и закрыла проезд. Когда мы, господа, смотрим, наблюдаем за водителем, что ленивый, который, возможно, пьян, не даёт никому проехать. Судя по всему, водителя в машине не было. Возможно, внедорожник съехал с парковки. Автомобилисты, которые заезжали во двор, не нашли владельца Нивы, потом вызвали полицию и эвакуатор. В итоге машину нарушителя благополучно убрали. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом всё. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте своё видео на наш электронный ящик. mpkirovsobaka-inbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Компания «Агат» расширяет границы. Выкупим любой автомобиль. Предложим оптимальную стоимость выкупа. Все автомобили проходят тщательную диагностику и предпродажную подготовку. Дадим исчерпывающую информацию по каждому автомобилю, проведём повторный осмотр и в дальнейшем возьмём на обслуживание ваш новый автомобиль с пробегом. «Агат-Профи». Автомобили с пробегом. Продажа, обмен, комиссия, выкуп автомобилей, в том числе кредитных. Гарантия. Держинского 110. Телефон 208-00.